всем железный привет с вами техническая среда и ведущий геннадий емелькин с появлением обновленные лады гранты с измененной оптикой автомобилисты и журналисты активно обсуждают новые лампочки h19 которые стоят фары головного света кстати этот новый автомобиль с двигателем 98 лошадиных сил и автоматическая коробка передач вы можете получить бесплатно о том как это сделать вы это увидите в конце моего репортажа а сейчас я подробнее остановлюсь на лампочкой h19 что это такое то есть внешне она очень похожа на старую лампочку которую все автомобилисты же привыкли h4 то есть по присоединительному размеру вот здесь где подключается электрический разъем они похожи но визуально первое отличие который бросается в глаза это диаметр колбы стеклянный то есть у h4 она чуть больше вот даже так вот видно визуально и еще главное принципиальное отличие у лампочки h19 нет выступающих усиков вот здесь вот на привалочной плоскости вот у меня лампочка h4 они у нее торчат то есть эти усики мешают установить лампу штатное место фару то есть эту лампу мы можем поставить h4 взамен h19 подогнув вот эти усики то есть вот у меня уже готовая h4 с загнутыми усиками их надо обязательно так утопить с помощью пассатижи чтобы они были у нас заподлицо то есть прям вот так вот взять и аккуратненько их задавить то есть и мы получаем аналогичный вариант еще некоторые такое отличие но она как бы не влияет на монтажные вещи это у лампы h19 у него верхний поясок и боковой один из них по 8 миллиметров шириной 3 6 миллиметров а у h4 верхней 8 а нижней 2 по 6 миллиметров так что давайте сейчас поставим эти лампы по очереди на автомобиле и проверим какое у нас происходит изменение в распределении светового поток и так приступим вначале мы проверим светораспределение штатной фары с лампочкой h19 мы включаем свет соответственно мы заранее приготовили измерительный прибор мы видим четкую светотеневую границу лампа отрегулирована правильно все мы выключаем свет вынимаем штатную лампочку и ставим вместо нее лампу h4 загнутыми усиками предварительно мы естественно снимаем разъем электрический все вот мы вынули вставляем лампу h4 загнутыми усиками включаем свет мы видим что каких-либо изменений светораспределения у нас не произошло то есть лампы светят также как и штатные h19 все выключаем свет теперь мы вынимаем лампу h4 и поставим лампу h4 с усиками то есть покажем как светит лампа недоработанная то есть усики когда упрутся в корпус фары и немножко изменит поток света все мы установили лампу включаем свет и видим что у нас регулировка нарушена пучок у нас ушел вверх то есть это фара уже светит совсем неправильно поэтому использовать такую лампу без доработки нельзя в результате нашей проверки мы убедились что установка лампочки h4 загнутыми усиками не приводит какому-либо серьезному изменению регулировки света фар но напоминаю что установка нестандартного оборудования запрещена законодательством а лампочка такая она как раз и является нестандартным оборудованием поэтому если уж так случилось что у вас под рукой не оказалось лампочки h19 и вы поставили фару h4 с загнутыми усиками я настоятельно рекомендую обязательно проверить светораспределение и по возможности как можно быстрее поставить оригинальную лампочку да я учитываю такой нюанс что этих ламп сейчас меньше на рынке так как они не так популярны но со временем их станет больше и цены на них естественно будут ниже в начале нашего репортажа я обещал рассказать как получить ладу гранту бесплатно каждый год журнал за рулем проводит гран-при где мы с помощью вас выбираем лучшие автомобили уходящего года и среди подписчиков кто принял участие в голосовании мы разыгрываем новые автомобили в прошлом году это было две лады весны в этом году мы разыгрываем 3 лада гранта с двигателем 98 лошадиных сил и автоматической коробкой передач так что чтобы стать обладателем нового автомобиля вам необходимо перейти по ссылке которую вы увидите внизу нашего материала и проголосовать так что всем удачи и счастливо так Продолжение следует... Продолжение следует...